Христос Воскресе! Не знаю, как вам, а мне не всегда хочется заканчивать богослужение. Я знаю, хорошо знаю, что после литургии нельзя ничего служить. В принципе, панихиды после литургии, все остальное, молебны всякие, акафисты, это не надо. Литургия это вершина, венец, дальше идти некуда. Но вместе с тем я тоже знаю, хорошо знаю, что народ Божий, если раскочегарится, то ему мало. И хочется еще, еще, еще. Поэтому мы и сейчас бы могли еще что-нибудь пропеть, почитать, и могли бы сесть и какую-то беседу с вами двинуть на час-два-полтора. Ну, в общем, надо, чтобы сердце было голодное, и чтобы аппетит приходил к человеку, как оно и есть во время еды. И надо иметь некую такую хорошую ненасытимость по отношению к Божьему Слову и к службам. Это особенно нужно священникам, потому что я тоже это знаю, чего не знаю, стараюсь не говорить, что если священник тяготится службой, стремится ее скомкнуть, побыстрее завершить, такой с глаз долой и сердце вон, то это, конечно, великая беда и ему, и всему миру. Это горе. И хорошо, когда человек здоров, он хочет есть. Помните, как Христос исцеляет девочку, дочку Яира, и говорит, дайте ей есть. Это значит, что она не просто жива, она еще и здорова. У нас есть люди, мы тоже, опять-таки, по себе знаем, что говорим, то знаем. Когда болеем, есть не хотим. Организм отвращается от пищи, когда он серьезно болеет. Поэтому мы еще и не умирали, а еще при жизни от пищи отвращаемся, когда у нас что-нибудь такая зараза в нас зайдет. А тут воскрешается человек, ребенок маленький, и Господь сразу, как доктор, говорит, дайте ей есть. Она здоровая, она не просто живая, она здоровая. И здоровому человеку хочется прочитать, узнать, попеть, помолиться, поговорить с кем-то, кто мудрее тебя. Побыть на службе. Это все питает нашу душу, мы это знаем, мы это знаем, мы это чувствуем. На этой неделе, дорогие христиане, у нас завтра память святого Гурия, Самона и Авива, христианского брака покровителей, ценных и важных всем тем, кто переживает о том, чтобы и он, и его дети жили в браке верно, чисто, чтобы никто никого не обижал, не оскорблял, чтобы браки не рвались, как газетная бумага. Сегодня браки рвутся именно так, легко, как женский волос, тынь и нету. Вроде была любовь, 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 потом тынь и нету, потому что люди стали очень поверхностными. Никакой глубины нет в человеке. Мелочь пузатая, одни мыльные пузыри, как, знаете, лужа, когда мелкая, дождь идет, на ней такие пузыри такие, ходят пузыри по ней. Такие вот эти пузырящиеся мелкая лужа, вот он человек. Поэтому он сегодня влюбился, завтра разлюбился, потом еще кто-то влюбился. И так он влюбляется, разлюбляется, такой, фу, какой мелкий, гадкий стал человек. А мы же так не хотим жить. Это в анекдотах хорошо, когда там зять, теща, любовник, муж, это все только в анекдотах весело. В жизни это не весело ни разу. Это просто адский ад. И мы хотим жить по-человечески. Вот я вам называю имена, кто не знал. Гурий, Самон и Авив. Завтра здесь не будет службы, но она же будет вообще. Почитайте, узнайте, поинтересуйтесь. Завтра есть еще память святого Паисия Величковского. Тоже кто может интересовался этим вопросом. Это человек, через которого в России возродилось старчество. То есть то духовное движение, которое характеризуется наличием в церкви очень маленького числа людей, прошедших через огонь и воду и зашедших в покой, которые переплавили свое сердце в разных искушениях, научились молиться, узнали свою душу, вынули бревно из своего глаза и научились вынимать сучки, по Евангелию, из глаз братьев своих. Это старцы. Это и есть старцы. Когда-то покойного отца Кирилла спросили, а старцы в церкви есть? Он говорит, что старики есть. Старец – это не возраст, это состояние. Стариков всегда много. Есть малолетки, есть старики, есть возрастные, всякие есть. А старец – это человек, который переплавился и вынул бревно из очесе своего и научился вынимать сучки из глаз братьев своих. И к нему поэтому идут, как к Амросию Оптинскому, как к Айболиту. Приходи к нему лечиться и коровы, и лисицы, и жучок, и червячок, и медведица. Всех исцелит, добрый доктор, и болит. То есть все валят к старцам. И дурные, и умные, и богатые, и бедные, и многодетные, и бездетные. И те, что при власти, и те, что без ничего. Потому что людям надо, чтобы был какой-то святой человек на земле, святой человек на земле, который бы вышел из домика своего, посмотрел бы на тебя лучистыми глазками, и сказал бы тебе два слова, два, может быть, три. И ты бы ушел от него, этими двумя словами или тремя, жил бы потом всю жизнь до смерти. Это старцы. Их до крайности мало. Может быть, их сейчас и нет. Вернее, есть, а их не может не быть, они есть. Но они там попрятались, поныкались по углам, чтобы их не осаждали всякие прознашатайи. И прячутся, и молятся. Так вот, старчество это бывало на Руси умирало, а бывало дряхлело. И у нас его возродил на Руси святой Паисий Величковский. Это святой одновременно молдавалахский, он в Молдавии трудился, и афонский на Афоне бывал, и у нас в России, он вообще сам малорос. Про него есть интереснейшая книга Сергея Четверикова, проторея Сергея Четверикова, старец Паисий и его время. Потрясающая книжка. Вот завтра память его еще. Но у нас службы нет, а вообще есть. Потом во вторник у нас память святого Матфея Апостола. В этот день надо почитать Евангелие Матфея. Сколько раз мы уже говорили об этом. Смотришь с утра, чья там память. А, Матфея, Апостола, Апостола. Значит, берешь Евангелие Матфея и читаешь сколько можешь. Я недавно летел в самолете, думаю, прочту-ка я Евангелие. Хотя бы одно, от корки до корки за пару часов. Не, 10 глав. Все. Не то, нет, читать-то можно, конечно, без конца. Но так читаешь, останавливаешься, закрыл глаза, подумал, еще раз перечитал, какую-то молитву прочитал, потом еще раз перечитал. Вот так вот внимательно, с рассуждением, читал, читал, читал. Здесь глав прочитал, устал, все, больше не могу. Все, буду кроссворды решать. Все, голова загрузилась, все, больше не могу. Потому что Евангелие, оно плотное. Ведро воды поднять можно, а ведро ртути нет. Потому что плотность такова, что ее не каждый штангист поднимет. Евангелие плотное. Льва Толстого можно прочесть, страниц 100 за вечер, если пойдет. А 100 страниц Евангелия никогда не прочтешь, если с Серафимом Саровским не будешь. Поэтому Матфей будет во вторник, надо почитать апостола Матфея. Нагорную проповедь, или Малый апокалипсис, 24 главу, или Страсти Господни по Матфею. Ну, почитать, в общем, Матфея. Мы этим почтим его. И на каждой главе, почитаешь главу, скажешь, святой апостол Матфей, помолись за меня, аминь. И дальше еще главу, и так, святой апостол. А так, немножко, ну, немножко. Так, значит, такое, кто сколько может. Кто домохозяйка может много, кто на работу спешит, может меньше. Ну, Матфей, во вторник Матфей. В среду святой Никон. Это мы будем на Матфея служить. В среду будет Никон, Радонежский. Это ближайший ученик, собеседник святого Сергия, который родился в Юрьеве-Польском. Там на месте дома, где он родился, стоит небольшой монастырек, такой смиренный. И там братья Бога умоляют о себе и о всех людях. Да. В среду память Никона, смиренного ученика Великого Сергия. Они обычно так и поминаются вместе. Сергия Никона Радонежских. Это самые близкие были святые. Может быть, кто-нибудь и не знает про него. А это был самый любимый и ближайший друг, и самолитвенник святого Сергия. При всем том, что у него там было, это достаточно большое гнездо учеников. Четверг мы не будем служить. Вот вторник, среду будем служить. Четверг там собор эстонских святых. Есть даже такое. К эстонским святым относятся эсты. Вообще они были язычники. Потом ливонцы, тевтонцы, значит, их там палками загнали под крещение. Сделали их католиками. Потом лютеранами. И вообще они ужасно нерелигиозные люди. Прибалтика очень нерелигиозный регион. Особенно эстонцы. Они хорошие люди, как и все люди вообще. Все люди хорошие. Но все люди разные. В принципе, они очень нерелигиозные. Есть же страны, есть же индекс религиозности. Согласно этому индексу, самые безбожники большие в Европе, например, это Чехии и Прибалты. Когда оно высчитывается, посещение храма, там, социологические опросы, веришь в Бога, не веришь в Бога, знаешь заповеди, не знаешь заповеди, там, Бог тебе важен, не важен, как будто по этим всем замерам есть жутко атеистические страны. Некоторые из них еще вчера были католическими, такими твердыми, серьезными, а сейчас все на псы пошло, уже все в прах летит. Это Европка превращается в настоящий Содом и в подлинную Гоморру, и это даже уже слепому ясно. Но есть такой собор эстонских святых. В основном это люди, которые пострадали новомученики-исповедники предпоследнего века 20-го, но там есть и Корнилий, Псково-Печерский такой, кто из вас не был, может, в Печорах, если кто-то был, это как раз на границе Эстонии, приграничная область, Псковские Печоры, вот они там входят туда в собор, в собор преподобных святых эстонских. В этот день, четверг, мы служить не будем, а там в Эстонии будут служить, там есть православная церковь. Там есть православная церковь, хотя, конечно, ее там берут за кадык и таки дожмут рано или поздно. Везде дожмут, всех дожмут. Только России Бог благословил быть ковчегом спасения. Остальных всех дожмут потихоньку. Кого за кадык, кого за шиворот, кого за ухо, кого за нос, кому пальцем в глаз. Дожмут всех, кто балуется с Господом Богом, в шутки. Хочет и на Мерседес ездить, и боженьке послужить, и в рай войти, и не пострадать ни капельки. Всех этих людей, любителей, сидеть на двух стульях, зажмут всех. И поставить перед выбором либо беги, либо страдай, либо изменяй. Изменник, мученик, беженец. Вот три варианта. Это будет везде. И только Россия святая, накровенного мученика стоящая, избежит этой заразы перед концом времен. Так есть. И так будет. Поэтому там пусть помолятся, в Эстонии, за своих святых. Святые эстонские за них всех. Но пусть там все эти православные люди в Эстонии все-таки подумают хоть три минуты в сутки, что их впереди ждет. Потому что ждет их нечто не очень веселое. Супермаркет превращается в концлагерь. Вот, собственно, что происходит в мире. Супермаркет, который весь мир представлялся там, как супермаркет. Об этом писал неизвестный психолог Эрик Фром. Он говорил, что современный человек вполне безбожен. И он все еще верит в рай, но рай представляет себе в образе супермаркета. Где можно все купить. Или просто взять даром. Такой супермаркет, где все всем дают даром. Это рай современного идиота. И все зашли в супермаркет на распродажу. И весело набирают в сумки, в торбы, в тележки, вагонетки, на всякий случай берут. И веселятся. А потом вдруг двери закрыли и поставили на входе, на выходе автоматчиков. Потушили половину света и сказали в мегафон. Супермаркет стал концлагерем. Всем выстроиться у стены. Вот это и есть метаморфоза, происходящая с обществом потребления. Общество потребления превратилось в концлагерь. Уже сегодня, сейчас. А дураки не поняли. Ну, потому они и дураки. А им говорили, они не слушали. Они смеялись. Ну, теперь смейтесь дальше. Уже никто не будет смеяться. Уже никому не будет смешно. Даже комикам смешно. Комики по инерции, по традиции, по заведенному порядку, комики все еще смеются. Но скоро сами комики перестанут смеяться, плакать начнут. Уже никому не будет смешно. Баловаться поздно. Нужно стоять с Богом или пропадать без Бога. Все. Вот это превращение супермаркета в концлагерь, мне кажется, самое главное, что происходит в нашей жизни прямо сегодня. И так это будут эстонские святые, да хранит Бог Эстонию. Это будет четверг. А в пятницу будет филарет московский. Кто из вас не был в храме Христа Спасителя еще ни разу, надо побывать. А кто был в храме Христа Спасителя, а не знал, что там лежит святой человек, надо узнать. Значит, там перед центральным алтарем с правой стороны лежит святой филарет, митрополит московский и коломенский по фамилии Дроздов, который в крещении был назван именем нашего покровителя Василия. Вася был в крещении. Значит, Вася Дроздов. Чрезвычайно интересный человек. Чрезвычайно. На нем прошла вся эпоха. Он пережил трех царей. Что только на его глазах не происходило. Это человек, который, в общем, впитал в себя и пропустил через себя целую эпоху без малого. Кстати, Тихон, патриарх, исповедник Белавин, он тоже в крещении был Василий. Так что вот Василий Великий, он был небесным покровителем и Филарета, и Тихона, он многих, то есть они так духовно с Василием связаны. Значит, в пятницу Филарет Дроздов. Мы будем служить. Чтобы вы как бы вспомнили, поняли вообще, какой это человек, я, если не ошибусь, вы мне подскажете, если ошибусь, не ошибусь, то хорошо. Прочту по памяти то, что я помню из его келейная молитва митрополита Филарета. Послушайте, как молился митрополит. Это из его сердца излилось. Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один знаешь, что мне потребно. Ты любишь меня больше, чем я умею любить себя. Ты зришь, видишь, нужды мои, которые скрыты от меня. Зри, то есть виждь и сотвори со мной по милости Твоей. Не прошу у Тебя ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сокруши и исцели, сокруши и подними, порази и исцели меня. Нет у меня желания никакого, кроме желания исполнить волю Твою святую. Научи молиться и сам во мне молись. Аминь. Понимаете, кем нужно быть, чтобы такое сказать? Сейчас-то можно повторить, но кем нужно быть, чтобы такое из тебя вышло? Чтобы оно у тебя в сердце зачалось, выносилось и потом из тебя вышло? Вот это лучше всего говорит о человеке. То, что из него вышло, это не спрячешь. Как говорит Платон, скажи, заговори со мной, чтобы я тебя увидел. Пока человек не говорит, ты его не понимаешь. Ну, красивый, например, да, человек? Ну, высокий, молодой, старый. Ну, заговори со мной. Человек открывает рот, начинает говорить, все понятно. Или перед тобой что-то очень интересное, или перед тобой кошмар какой-то. Сами понимают. То есть заговорил человек, все ясно. Два слова, все понятно. Вот заговорил человек, и я его увидел. Это Филарет. Вот он такой был. Его никогда не видели в домашнем платье. Его келейник уже спал, а он еще сидел в кабинете и работал. Его келейник уже просыпался, а Филарет уже был в подряснике одет и уже молился перед образами. То есть никто никогда не видел его расслабленным, раздерганным, каким-нибудь таким, разобранным на запчасти. Даже в домашних туфлях, тапочках его никто не видал. Он был как рыцарь, вечно одетый на посту. И долгие годы прожил, и более полувека прожил в архиерействе. Короче, интереснейший человек. Кто из вас не был в храме Христа Спасителя, у его мощей, имейте в виду, нужно это восполнить. Прийти в храм Христа Спасителя, пройти через металлоискатель, зайти в центральный храм, стать перед центральным алтарем и с правой стороны по правую руку подойти к мощам Филарета. Там молитва есть ему, поклониться ему, поцеловать его святые мощи и помолиться ему за патриарха, потому что патриарх это епископ города Москвы, занимает кафедру Филарета, чтобы Филарет помогал ему за всю церковь, за войско, за люди, за всех безумных, за всех больных, за всех ищущих духовного просвещения. Короче, он может, он большой, он серьезный. Это будет пятница, значит, вторник, Матфей, вторник, среда, Никон, Радонежский, пятница, Филарет. Суббота, предпразденство введения во храм, в воскресенье у нас праздник, 10-е введение во храм. На Катавасии запоют, Христос рождается, славите, Христос небес срящите, Христос на земли возноситесь, поите, Господи, вся земля уже запахнет святым Рождеством, запахнет Рождеством уже в ближайшее воскресенье. Уже запоются песнопения, посвященные рождению от Девы Марии в Вифлееме Господа Иисуса Христа. И для этого мы начинаем поститься с завтрашнего дня. Сегодня можно еще нажраться мясо, як свиня, значит, такой, а завтра уже надо садиться на перловую кашу. Ну, так обычно делают люди. Это повелось еще с голодного Средневековья, когда люди досыто ели очень редко. Люди досыто ели редко. Они были веселые, у них было весело в душе, они жили бедно, ходили в драных шматах, значит, жили в холодных хатах, но у них было весело в душе, они любой праздник превращали в пьянку, в танцы, троллевали, они поститься умели. И поэтому накануне великих постов Рождественского, Великого Поста эти древние средневековые люди веселые, здоровые, которые жили по 40 лет всего лишь, у которых душе было весело. Они обычно наедались так, что чуть не лопались, но они знали, что сегодня я буду есть, аж будут ушами лезть. Блины, вот эти вот, как у нас эти блинные недели перед Великим Постом, уже будут носом эти блины с семгой, с семгой, блины с красной крови, блины гречишные, блины крупишные, мама дорогая, уже это просто анекдот. Но все же знают, что это мы сейчас едим, аж он лезет с нас. А потом, сейчас колокол ударит, сейчас все будет в черной церкви переоденуться, и мы скажем, простите меня, простите меня, простите меня, и пошли на Великий Канон, и поехали. Пост святой начался, и все преобразились. Вот, так же и с Рождеством, как бы, то есть можно обжираться сегодня вот до сюда. Но знай, как это, веселись, юноша, ходи по путям сердца твоего, но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. То есть кушай, человек, объедайся, отпивайся в заговение, но знай, что завтра начнется святой рождественский пост, и мы будем двигаться к пещере, к Вифлеему, к Рождеству, к младенцу Иисусу, к искупителю наших грехов, и ради этого мы будем уже не есть мясного, воздерживаться от рыбного, меньше затыкаться в новости, меньше болтать, класть поклоны, читать псалтирь, ходить в храм чаще, служить будем чаще, для того, чтобы наше сердце возгорелось. Мы как волхвы из далекой страны, чтобы мы совершили пеший переход с дарами к пещере младенцу. Великий пост это как бы путешествие волхвов. Тогда им сказал Господь, они взяли, поднялись, взяли свои дары и пошли в далекий путь к Иисусу Христу, к пещере, к этой Вифлеемской. В общем, вот так мы будем совершать уже с завтрашнего дня святой рождественский пост, который называется Филипповка, поскольку сегодня память апостола Филиппа, одного из двенадцати. Вот такие наши с вами дела на наступающей неделе. Какая интересная церковь. А что в миру? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница набухались, субботу проспались, воскресенье, посмотрели телевизор, понедельник на работу. Понедельник, третий, пятница набухались, субботу проспались, пятница на работу. И так, все, а что еще? А еще мы слетаем на курорт на две недели, пожарим свое толстое пузо на пляже, в шезлонге полежим. А еще, а больше ничего. Дом, работа, санаторий, дом, работа, крематорий. Все. Все. А что в миру вы хотели? Что еще? Дом, работа, крематорий. Все, больше ничего нет. А в церкви вон что есть. Какая церковь интересная. Какие же несчастные все эти люди, которые не хотят узнавать, что такое церковь, кто такой Христос. Несчастные люди. И пока что их еще жалко. А в день страшного суда уже жалко не будет. Уже когда точки и расставятся, уже никого никто не будет жалеть. Даже Архангел Михаил, даже Пресвятая Богородица. Мы не знали, мы не слышали. Знали, слышали. Мы не поняли, мы опоздали. Это ваша вина. Есть такое. Там, откуда я приехал, там грешники скажут, просты, один же, просты мы не знали, просты мы не чули. Не слышали. Просты нам никто не сказал. Господь, гляне, грозно, то есть грозно, и скажет, уже поздно, вы знали, я долго ждал. То есть они будут говорить, мы не знали, мы не знали, знали вы. Поздно. Поздно. Я ждал. Не дождался. Так что, друзья мои, будем застегнуты, будем веселые, и будем смиренные. Это возможно во Христе Иисусе. Можно быть и веселым, и смиренным. Будем смелые, но не будем наглые. Будем добрые, но не будем глупые. Будем воздержанные, но не будем злые. Люди обычно, когда постятся, злятся друг на друга зачем-то. Надо поститься и быть добрым. Надо быть щедрым, но не быть глупым. Надо быть смелым, но не быть наглым. Надо быть верующим, но не быть дурачком. Надо быть дурачком даже во Христе Иисусе Господе нашим, но при этом быть очень умным. Все надо, и все Христос дает. И горе тем, кто пренебрегает Спасителем нашим. Горе всем тем, кто пренебрегает Господом Иисусом, который отворачивается от Него, ищет себе других богов. Горе этим людям. Особенно из тех, кто крещен. Крещен и пренебрегает Господом. Вот наши дела с вами на ближайшую неделю. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Вся какой бы ответа недоумеющий, сьют и молитву приносим, як владыцы. Помилуй нас. Радостный день, выходя на улицу, гляньте на снежок, который сыпется, и скажите еще раз, лишний раз, окропишами и сопами очищуся, а мы и шимя, и паче снега убелюся. Христос воскресе! Христос воскресе!